Скажите только сначала, о чем вы хотели бы говорить, потому что без подготовки, как правило, это трудно, и вы застаете людей врасплох. Хотим узнать, как можно побороть, по вашему мнению, информационную войну, в которой мы сегодня живем, да, и которую, в принципе, проигрываем. Если у вас знакомые в зоне, то общайтесь с ними, сейчас поддерживайте связь. И где вы были в тот период, когда Россия ввела войска в Украину, и почему не было созвано экстренное застояние? На провокационные вопросы я не отвечаю. Россия ввела войска? Докажите. Украина объявила войну России? Докажите. Ну зачем вы задаете? Вы сейчас участник информационной войны. Вы врете. Почему вы так считаете? Ну вы врете. Но у нас здесь нет где-то... Докажите, пожалуйста. А что доказываете, если у нас... Вот российских войск. Послушайте, у нас воюют, насколько я понимаю, поляки, которых обнаружили в Донецком аэропорту. У нас воюют французы, и они воюют на разных сторонах. Вы хотите сказать, что на основе этих фактов с нами воюют Франция и Польша? А вы хотите сказать, что российских войск... Нет, я вам задала вопрос. Вы же сейчас начали с того, что ввели войска. Вы сейчас участник информационной провокации. Вы сейчас участник информационной войны. А для того, чтобы выиграть в информационной войне, нужно давать правду. В чем сила, брат, в правде? Если вы и дальше будете врать, вы будете просто отторгать свою аудиторию, которая не будет вам верить. Говорите правду. Это единственный рецепт выиграть в информационной борьбе. Это единственный рецепт и единственный метод выиграть информационную войну. Говорить правду. А не врать. Вы знаете, никто не заставляет врать во имя Родины. Во имя Родины можно умереть. Во имя Родины можно жить, работать, развиваться и учиться. Но никто из вас не требует во имя Родины врать. И слава Богу, потому что это преступно. Вранье, это и по Библии, и по законам, по которым живет Украина, это преступление.